Ребята, всем привет! С вами Ксюша. Это второй день в гипсе. Скоро этот день будет без гипса. Сейчас вам все расскажу. Во-первых, я сегодня проснулась поздно, в полдесятого. Вот. Ну, я очень хотела спать, я просто ксоррый. Далее я накрасилась, потому что у меня сегодня замечательный день. У меня сегодня тусы и запись трека. Теперь насчет гипса. Он мне жутко надоел. Попрощаемся с ним. Он мне сдавил просто полностью вот эту вот всю часть. Ну, знаете, видимо, мне так закрепили вот эту кость, что у меня мизинец просто уже не могу. Ну, вообще ужас. И, короче, мне вообще в нем неудобно. Он еще некрасивый, мне не нравится. Вот. Вчера весь вечер я просила маму снять этот гипс с меня. Ну, естественно, она была против. В инстаграме девочка мне записала историю, что вот она тоже сломала ногу, кстати, ту же самую. И у нее не гипс, а вот такая прикольная штучка пластиковая. У нее немного другая. А в больнице мне даже не предложили какие-то замены. И в интернете я вот сейчас нашла такую штучку. Она немного отличается от той, которую мне показала девочка в истории. В общем, пластиковый вот такой носок. С дырочками. И еще в нем можно мыться. Почесать ногу можно. Девочки, все, живу-живу. Месяц в кайф. Вообще-то я думала, буду страдать в этом гипсе. А нет. Вообще все сходится. Короче, сейчас должны приехать прямо к нам домой. Вот. Я постараюсь его что-нибудь снять. А пока что у меня Стефан Сальватор. I'm so sorry. Смотрите, я на пятой серии седьмого сезона. Не похоже на ту тушушку с яморки, да. Озвучка не очень, правда. Ну ладно. Она меняется тут часто. Ребят, только что помыла голову. К нам уже позвонили в дымофон. Сейчас мне будет менять гипс. Ура! Сейчас попробуем что-нибудь снять. Вот. Ну да, если получится. Если разрешат снимать, тогда снимем. Три на выбор. Какое нам нахватит. Страшно, Ксения? Нет? Я не знаю, что-то. Что-то дальше не свисало. Отлично. Какая получается плюс новая? Вот эта здесь, вот здесь, да? Или Смоне возмущается. Конечно, зачем мы запрыли. Мы здесь поучаствовали. Его развязать можно было, да? Да, это же долго, Ксюня. Какой-то его разматывать. Как хорошо. Дома прям удобно, что никуда не ездить. Ну что-то ей мизинчик прям там сдавило, и все, она уже не может. И почесать ей надо, и размотать ей надо. Хотя всего день прошел. Так всегда, гипсал. Да. Так вспухла прям. Вспухла. Ничего себе, какая мега синяя. Ну как еще травма же. Масенький мой. Тихо-тихо, Ксюнька. Ой, а вот прям видно, что сдавилась. Да? Ой, ничего себе. Тихо-тихо-тихо, масенький. Не ставь ногу. Да я... Держи, не... Больно? Не чувствуешь пока? Да так, чувствую. Она копится, как у меня такая прям. Блин. У тебя нормально срастется? Да. Нормально будет. Тихо-тихо. Обалдеть. Обалдеть. Тихо-тихо. Да, нормально срастает. Тихо-тихо. Бедняжкин мой. Когда вода горячая понадобится? Сейчас уже? Уже, да, в принципе, сейчас только почистить немножко. Больно даже? А, здесь нет. Да. Нам в больнице даже не предложили, даже не сказали, что еще какие-то варианты есть. Мы просто сделали, первую помощь оказали, да. У них времени на все это нет. Да, и мы что-то не спросили первый раз же. Ой. Это травмпункт в больнице был? А? Травмпункт. Да, да, травмпункт наш, который 24. Это, Ксюш, твой старый гипс. Как называется, я забыла. У нас называется Ортокомфорт. Ага. Популярное название турбокаст. Первый материал был подобного характера, турбокаст. Эли и Муни, молодцы, нам не мешают, да, сидят на кухне. Мама, водичку греть нельзя. А почему именно под 90 градусов? Ну, тут физиологическое положение, во-первых. Во-вторых, если она захочет там где-то для равновесия опереться на пяточку, так-то неудобно. Ага. А так пяточка будет. Даже на замочке. Нога зато мерзнуть не будет. Почему? Ну, гипс, он же как-то остывает, сильно холодный становится, если окно открыто, да. А мы смотрим на носочек, а можно носочек видеть. О, даже носочек. Сегодня придется тебе носочек. Держи на себя носочек. Давайте я могу помогать. Нет, давай держи ногу нормально, она не болтается к сосискам, мне неудобно. Скажите, как мне держать ее? Вот так? Да, вот так. Пойдет вот так угол? Смотрите, я могу еще натянуть. О, какая красивая эта штука. Надеюсь, нам на приеме ничего не скажут, что мы поменяли, да. Обязательно скажут. Скажут, да, что-нибудь? Они не любят ничего современное в трампунках. Гипс-зеленка. А-а-а. Молодец. Что они используют? Все в своей жизни попробуешь. И в брекетах походила полтора года. И спишь ты в линзах ночных, теперь еще и гипс, теперь еще и пластиковый вот такой вот чехольчик. Забыла, как называется? Чехольчик. Так и будем называть. Это не Ортез. Ортез, да-да-да, Ортез на сайте я нашла, называется Ортез. Такая вода внутри. Это не вода. Но вдруг как будто... Я вижу, ну это отек. Это шарик, и внутри вот вода. Все, ребят, я счастлива. Посмотрите на мой гипс. Замечательный гипс. Короче, у меня уже волосы все худрявые, давайте быстрее высушим. Мне через 30 минут нужно выезжать. Край, быстрее. Все, слушай. Так, ребят, я привела себя в порядок. О, капец тут волос. Теперь мне нужно одеться. Я вам сейчас покажу, какой лук я для себя собрала. В общем, я выбрала вот такую черненькую кофту с сердечком и кожаные штаны, которых я, собственно, и делала с обидом. Вот. Мне кажется, в них будет удобно, они очень широкие. И вообще, я хочу черный лук сегодня сделать. А вот мой гипс, посмотрите. Вот, канон. Привет, мой любимый. Короче, я его возьму с собой завтра. Я завтра собираюсь приехать в школу, посмотреть на своих и уехать. Так, он ломается уже, смотри. Вот здесь. Все мои друзья из школы хотят разрисовать этот гипс. Вот, поэтому мы его, собственно, и разрисуем завтра. Вот. Я возьму с собой маркеры, фломастеры какие-нибудь и будем разрисовывать. Потом вам покажу. Вот такой гипс. Супер. Его можно даже примерить. Ребят, пишем в комментариях, на ваш взгляд, какой гипс все-таки круче. Новый или старый? Ну, как очки упали. Что пришло? Нашла. Ребят, я же вам говорила, что сегодня насыщенный день. Так вот, я приехала сейчас на запись трека. В общем, мы уже потусили. Все прошло супер. Меня все ждали. Все натанцевали с моими костылями. Я побыла всего часок на тусе. Вот. Сейчас едем записывать трек. Ну, мы, точнее, уже приехали. Надо подойти чуть-чуть осталось. Короче, супер. Оцените мой новый фиксатор и носочек. Ставлю лайк. Сейчас вы посмотрите, как я буду записывать трек. Выделили мы на это три часа. Ну, разумеется, с перерывами. Вот. Надеюсь, что все будет окей. И в треке даже будет участвовать и мама. Но в каком моменте, это вы уже узнаете потом. Секрет. А сейчас время 17.47. Ждем еще 13 минут и идем. Ой, а мы снимаем обувь, нет? Без разницы, да? А, я не знаю, наверное, снимаем. Здесь как-то тапочки нам давали. Переобуваться нужно. А как комфортнее, не обязательно. А, очень хорошо. Ну, все так, Александр. Там не еще переобуваться. Неохота уже. Расскажи, как ты поднималась по этой лестнице. На колени. На коленях так ползла. Ой, боже. Все, постою. И знаешь, я, наверное, их сделаю повыше. Мне телефон нужен будет. Ну, это стоя, если, да? Я думаю, даже чуть пониже, вот так. Ну, вот и так три часа. Ну, если что, будем менять положение. Ну, да. И давай сидя попробуем сразу. Ну, стул только такой. Поднимаю. Нормально. Наверное, нет. Можно будет микрофон тогда ниже, да? Ну, конечно, мы его просто поставим чуть ближе к стене. И вот так вот. Давайте сейчас на звукорежиссера дождемся, опаздывают. Наши на телефон. Пойду сразу присяду. Здесь так хорошо все это светится. И сидится хорошо. Ну, все. Я сейчас буду повторять текст. Я его не учила, я просто буду его смотреть. Ну, в принципе, он легкий. Вот, когда услышите трек, вообще легко будет улучшить. Вот. В принципе, мне сейчас записать первый абзац. Потом будешь говорить ты, мам. Давай, распивайся, распивайся. Давай, мам. Доча, привет. Что ты мне должна говорить? Не помню. Вот, давай, читай. А, подожди. Доча, привет. Сегодня уезжаю. Ну, тебе нужно петь, не читать. Нет, не пою. Я говорю. Нет, здесь ты поешь. А в другом... Доча, привет. А как я буду петь? Ну, вот так вот. Нет, не знаю. Это я говорю. Светишь сильно. Получается, вот эту часть должна мама говорить, да? Вот это. Да, да, да. Но я же пою. Нет, нет. Я же говорю. Это все я говорю? Да, это как бы идет прямая цитата. Позвонила мама. Доча, привет. То есть ты как бы цитируешь ее слова. Да, это ты поешь. Это ты поешь все. Ну, ладно. А ты хотела оделаться, чтобы мама еще пела? Я-то тебе телефончик... Нет, ну ты здесь будешь... Да, вот я тебе тут написала разговор. Там именно голосовые мы вас запишем. Да, да, да. Там где типа привет мы решили пораньше. Это прям я... Как вы будете записывать? Здесь вот тоже запишемся спокойно. Здесь вот, да, все. Так что обрадовалась. Да. Так, ну что тут у тебя? Ты что делаешь? Я сделаю костыли повыше, чтобы стоять было удобно. Ты все-таки хочешь немного постоять? Ну, я не знаю, я думаю, да. Тебе предложили, можно на стульчик сразу сесть. Идем, пробуем на костылях, это уже посмотрим. Давай такую же фотку сделаем, как всегда делаем. С микрофона, только с костылями. Давай. Все, Ксюшу закрыли. Ребят, как всегда буду я комментировать. Вот, немножко поснимаем и уйдем. Ирина Алексеевна, мне как-то плохо. Отпустите меня, пожалуйста, домой. А где у нас Ксюша? Мы уже сняли чуть больше половины или чуть меньше половины сняли? Я не знаю. Устала? У Ксюшки заболела нога. Давай, выходи. Пойдем, у тебя чай. Я тебе чай напою. Нет, это костыле, чтобы стоять сделала на рост 174. Да? А зачем ты так? Ну, чтобы стоять сделала. А у меня не такой рост. Ну. У него с вами есть. Давай, чапай. Певица. Давай, певица. Давай, певица. Парты, ручки, надо, дела. Хочу, ля-та, чили, снова. Уже не могу думать ни о чем. От же Будо нарепиться, сети не поймут. Так, время 20.17. Да, да. Канделяем дальше записывать. Ой, аккуратно. А у тебя зарядка, видела, заканчивается? Красным горит. Тебе хватит? Да. Я тебе могу, если что, свой дать. Окей. Можете куда-то ногу положить, я не знаю. Я ее уже разную. Ааа. Можно так подставку. Ну ладно, потом. Только быть. Только быть. Только быть. Только быть. Приятного аппетита. Ксюша у нас молодец. Прекрасно записала трек. Что ты нам ногой машешь? Болит? Нет. Нет? О, даже нога болеть перестала. Ага. Короче, ребят, пишем в комментариях, как мне снимать клип с костылями и в гипсе. Либо уже когда сниму это все. Потому что если я сниму этот клип с костылями, тогда он выйдет уже в конце января. Примерно в 20-х числах. А если без костыля, тогда уже в феврале. Поэтому все зависит от вас. Пишем в комментариях. Я дома. Короче, вот моя нога. Все супер. Она мне, кстати, болела. А когда я начинала только записывать трек, почему-то она у меня заболела. Через какое-то время успокоилась. А еще, когда я уже спускалась после записи трека, спускалась по лестнице на одной ноге, по лестнице спустилась, забыла, что у меня вообще сломана нога и на мне вообще вот этот корсет. И я, как ни в чем не бывало, пошла, короче, на двух ногах. Вот так вот. Наступая на эту и понимаю, что что-то не то. В это время мама меня снимала на телефон. Поэтому, если что, вы это можете увидеть в моем инстаграме. Ссылочка в описании. Или в ВК. Трек мы записывали три часа. В прошлый раз, когда мы записывали трек, я очень устала. В этот раз как-то не очень. Ну вот, короче, все супер. Супер. Я очень хочу есть, поэтому принесите мне поесть. Я уже есть хочу. А еще, ребята, насчет клипа пишем в комментариях, мне снимать на костылях или нет. Кстати, я перед записью намазала руки своим кремом с лукумом. И они до сих пор пахнут. Хотя я их намазала примерно в три часа. Сейчас уже, не знаю, я сериал смотрю. О, 22.45, представляете? 11 часов. С трех часов. Моня, понюхай лукум. Молодец. Так, итог этого крутого дня. Поменяла гипс на Артек. Ой, на Артез. Далее потусила со своими друзьями. Далее записала трек и не устала. В четвертых я сейчас еще буду есть. Капец. Сейчас я смотрю сяло. А еще у меня есть вот такая прелестная собака. В общем, ребят, ждем следующий влог. А на этом всем пока. Ставь лайки.